всем здравствуйте приветствую вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад который мне предложили предложила слушательница под ником 2 мой путь называется он как войти в поток я помню дело какой-то расклад и в третьей позиции говорилось о том что вы как-то не можете войти в свой поток вот и идете как будто бы против течения так вот ее предложение с этим-то и заключалась то есть а как как войти в поток как жить вот с наименьшими преградами что ли сложностями препятствиями вот сегодня мы с вами этот рассмотрим эту тему и я значит позиции видите да пока я говорю голубой красный зеленый 1 2 3 позиция в описании к любому ролику да есть вся необходимая информация обо мне а кстати вот сейчас вспомнила скажу пока вспомнила те из вас кто хотел приобрести курс древо жизни поскольку он уже идет к завершению записать записывание уроков осталось еще по моему три либо четыре занятия не записать так вот если вы думали что я завершу запись и потом вы сможете приобрести этот курс имейте ввиду что стоимость его вырасти почти вдвое то есть если сейчас каждое занятие вы можете в процессе записи можете его приобретает по 500 рублей то после того как за завершится полностью весь курс там будет 14 занятий вместе с водным занятием и это будет стоить в два раза больше то есть если хотите покупайте сейчас потому что потом цена изменится то есть вам не бы это будет намного даже что сейчас вы задумываете о том что дорого это вот ну давай я потом подумаю дали бы сразу куплю цена вырастет просто хотела вас не проинформировать об этом если кто-то не знает что это за курс вы можете прислать мне на почту заявку я вам дам посмотреть ссылку к водному занятию посмотрите я там все объясняю что это как это что вам это даст если вам понравится эта информация то вы сможете приобрести приобрести и уже готовые в записи занятия и те которые я еще допишу вот но мне кажется я обязательно сделаю один одну беседку либо проведу прямой эфир об этом курсе расскажу более подробно почему потому что очень много информации полезной информации нужной информации есть в этом курсе то есть этот курс подходит не только торологом да в принципе он хорошо объясняет великие арканы как минимум но и простым людям именно разобраться в себе понять себя ну про это я сделаю отдельный ролик просто сейчас вспомнила поэтому думаю давай я скажу чтобы не было такого что блин где-то пропустили и надо было была возможность но финансово купить его раньше сделаем сегодня я так предполагаю аналитический расклад не знаю как пойдет посмотрим то есть я не хочу так затрагивать глубину в контексте духовности да хочется сделать что-то такое вот более аналитическое психологическое ну давайте посмотрим как получится потому что заранее загадывать я не могу все равно всегда получается все так как получается итак мы отодвигаем эти две позиции зелененькие крансенький камешек и приступаем позиция номер один голубенький камешек работать буду на колоде небо и земля она для меня более такая структурная чуть больше в ней антика энергии для анализа мне это вот прям самое то все закрою немножко чтобы шумы с улицы не шли так это общая энергия будет и мы посмотрим что вам мешает потом войти в этот поток он сразу две карты вышли так сразу две карты вышли хорошо итак общая ваша энергетика да на данный момент это вот аркан звезды до состояние вашей души то есть акцент больше делаете сейчас на внутренние мироощущения да на какие-то свои надежды идеи на какой-то свой идеал то к чему вы и стремитесь то есть у четкое понимание кем вы хотите быть скорее всего какой каким кем не вправе не в плане профессии самореализации хотя такое тоже может быть скорее больше понимание себя как личности вот именно какой личности вы хотели бы стать что еще можно сказать по аркану звезды но вы человек такой знаете достаточно холодноватой для внешнего мира да вы вроде бы светите но не согреваете то есть на вас приятно смотреть снова за вами приятно наблюдать созерцать где-то у вас есть какие-то вот качества которые приближены к некому такому идеалу человек наверное с пониманием того что такое что такое душа да то есть здесь ощущение того что все что вы ощущаете не вы стараетесь это реализовать если мы рассмотрим в контексте нашего вопроса да как пойти в поток у вас есть это понимание да я могу сказать что большую часть вы даже и находитесь в потоке то есть вы соответствуете именно вот этой вашей внутренней путеводной звезде которая вас ведет в нужном направлении может быть сейчас такой этап когда вот вы находитесь в этом потоке а может быть у вас просто есть этот навык как входить в поток но просто выбрасывая да может быть иногда из него но по крайней мере понимание потока потоковости но у вас есть если мы говорим о мыслях на вообще умение коммуницировать на уровне обмена идей до либо то о чем вы думаете как вы говорите что вы говорите то здесь у нас выпадает король кубков до вся ваша умственная деятельность она достаточно такая эмоциональная когда кипят страсти бурлят то есть все что вызывает вас какие-то эмоции вам это вам это знаете нравится это вот часть вашей природы с одной стороны а с другой стороны это то что может выбивать вас из потока почему потому что когда вы через чур да как-то вот эмоционально и включаетесь включать вот эти вот какие-то переживания да это выводит вас из равновесия быть в потоке это когда то состояние когда вы по сути безоценочно то есть вы умеете принимать любую ситуацию и делать из нее какие-то выводы для того чтобы двигаться дальше да вот как-то в своем развитии и здесь вот из потока вас выбивает из потока из равновесия даже я бы сказал выбивает ваш ваша вот это вот чрезмерная эмоциональность да может быть когда начинаете о чем-то фантазировать либо произошла какая-то беседа такая знаете ярко эмоционально окрашена и вот вы переполняетесь этими эмоциями и вот чрезмерная эмоциональность либо в плюс либо в минус да не имеет значение тот радуетесь вы либо огорчаетесь не суть вот это вот вам мешает до вашем потоке почему потому что затупляется ваш разум и отсутствует вот это вот как бы так сказать некое такое холоднокровие да чтобы слушать себя потому что эмоции много все кипит все бурлит и и вы не слышите себя вы не слышите свой внутренний голос который поможет направлять а иногда ради того чтобы получить вот эту вот всю эмоциональность да вы наоборот заглушаете свой внутренний голос вы говорите что ну да я понимаю на что вот ситуация она вот такая но мне же хочется да то есть вот здесь вот эти вот ваши хотелки эмоциональные потому что особенно если это в плюс это наполняет как-то дает вам здесь вот всплеска вот это да это своего рода такой адреналин вот это вот озорство вот детскость какая-то такая радость она вам просто необходима на поэтому она вам может выбивать вас из потока а вот если мы говорим в контексте психоэмоционального вашего комфорта чувств то здесь можно сказать что да есть у вас шансы периодически на что-то что-то проживать но с другой стороны вам хватает знаете какой-то вот осознанности до чтобы заземлять как-то свои эмоции да то есть с одной стороны вам хочется да во все это окунаться с другой стороны вы как будто бы их как-то ну заземляете иногда возможно где-то что-то переоцениваете на то есть вами управляет эмоции однозначно хотя а в принципе да мы всегда говорим что единички у меня такие логически разумные но здесь вот показала показал расклад выкладка как окраски то что вы такие знаете может быть научились может быть научились может быть в прошлом были вот эти вот все переживания да а сейчас как-то больше учите себя заземлять а с одной стороны с другой стороны сделали уже переоценку ценностей понимаете что вот вот эти эмоции я могу оставить а этим не мешают да здесь еще может быть знаете как некая такая разумность когда если вы впадаете вот не знаю в уныние да какие-то переживания огорчения энергия ваша заземляется ну занижается вы как будто бы это отслеживаете умеете уже это видите вытаскивать себя самостоятельно из эмоционального вот этого фона хорошо что касается вашей самореализации да то есть умение решать проблемы вообще как вы действуете до образ действует действий как вы себя ведете то здесь вот как раз ки королева мечей вышла да здесь вы ведете себя достаточно так разумно логически да на основе своего опыта достаточно такие подвижные умеете решать сложные задачи умеете находить выход из ситуации я бы сказала что ваш образ жизни и он такой достаточно размеренный и это и не медленно и не быстро это столько сколько нужно то есть вы лишних телодвижения не совершаете вам это не нужно то есть нужная задача вы ее решите не нужно вы ну никуда лишний раз не торопитесь хотя по своей сути вы достаточно легкий на подъем да то есть вас легко завести вас легко допустим что-то предложить вам такое интересное вы не будете долго думать встали там я не знаю в какой-нибудь путешествие да либо куда-нибудь съесть на пикник отдохнуть вы окей да я согласна все взяли самое необходимое пошли то есть вы долго об этом не не думаете вам когда вам не чужды перемены да то есть вы не тот человек который будете где-то залипать я должна проанализировать нет окей перемены перемены да за любой кипиш как говорится насколько вам хватает энергии для реализации желаний вообще да здесь мне кажется что вот как-то вы слишком логически подходите да вот не хватает больше запала что ли вот какого-то интереса то есть энергия вот ровно столько сколько нужно да можно было бы чтобы ее было больше больше и если мы говорим вообще о вашей результативности до целеполагания то есть то как вы умеете достигать цели то здесь либо каких целей достигаете комфортного всевозможные вот эти вот телесные ваши ощущения да то здесь у нас выпадает королева кубков знаете вот у меня такое ощущение что вы человек который умеете по королеве мечей все-таки вы умеете достигать целей но способ вашего достижения цели и он идет по королеве кубков такой знаете достаточно мягкий вы получаете то что хотите здесь вот какой-то вот более интуитивный подход у меня идет то есть в если вам цель интересно если у вас есть какая-то вот эмоциональная заинтересованность то вы это сделаете если она вас привлекает если она вас наполняет если она вас радует а здесь вот прям психоэмоциональный аспект он прям очень ярко ярко проявлен что-то произошло у меня с единичками и вы стали достаточно такими мягкими эмоциональными вы хотите комфорта вы хотите удобства вам не очень-то и нравится да скажу еще раз уточню этот момент том что да вы идете в перемены то есть вы не закостенелый человек но стараетесь сделать эти перемены комфортными для себя до удобными для себя чтобы они вас как-то наполняли чтобы они вас радовали вы не любите лишний раз как-то вот переживать волноваться еще расскажу вас это все выводит из эмоционального вашего равновесия то есть потоки вы находитесь когда когда вы ставите себе цель получить то что вас наполнит то что вам понравится если вас это удовлетворяет да вы идете к своей цели вы сможете вы видите все шансы вы можете меняться но здесь вот ваш враг до вашего потока это эмоции то есть с одной стороны со стороны они вас мотивируют а с другой стороны него мешают да вот это вот волнение вот эти вот стрессы и переживания лишние какие-то вот внутренние ощущения потому что вы хочется сказать человек но если не импа то очень эмоциональную что вам мешает быть в потоке у нас выпал туз жезлов и император вот не хватает огня знаете я бы сказала даже вот какой-то вот заинтересованности у вас есть своя система ценности по тузу педакли да то что для вас важно и вот вот это вот важно она не идет от головы она идет как-то вот от вашего сердца от вашей интуиции какой-то вот ваше внутреннее понимание что для вас важно что вас ценно и вам мешает то что вы не будете делать что-то новое почему потому что вот комфорт да и удобство для вас это важно то есть вот я не знаю как это сказать с одной стороны вроде бы присутствует вас некий такой авантюризм а с другой стороны надо чтоб этот авантюризм был какой-то вот комфортный понимаете то есть допустим окей я готов поехать какое-то неожиданное путешествие но комфорт будет заключаться в том что компания должна быть интересной вот не интересная компания не поедут до этого пускай будет хоть я не знаю какой-то райский остров да то есть вот здесь какая-то ваше внутреннее должна быть заинтересованность вы не идете с одной стороны до перемены да но как будто бы они знают и они должны быть вынужденными год когда уже больше отступать некуда а иначе как-то ну не очень то вам нравится почему потому что император все-таки это за стабильность это все-таки за какой-то знаете вот организованность до структуру то есть когда вам может быть какие-то вещи еще и непонятные да вы тоже в это не не идете вообще вашему потоку мешает стабильность вот постоянство да и нехватка энергии почему потому что ну вот я вижу очень много воды здесь есть и вот огня реально ну не хватает не хватает вот запала какого-то что ли энергии может быть сейчас на может быть сейчас это то есть вы как-то вот такие немножечко пассивные для того чтобы вас замотивировать вам нужно виде пряника дать вот прям описать то какие состояния вы получите да и если они вам будут созвучны если они вам будут вот нравится тогда вы этим займетесь причем вы преодолеваете трудности сложности для вас это вот прям ну не стоит какой-то преграды до плюс ко всему вы человек который можете убеждать до можете есть у вас вот это вот некая такая харизма до то что вы излучаете что еще может быть преградой вашего потока знаете в каких-то моментах вы упертые очень да вы может быть подавляете в себе много агрессии и бываете вот жесткими агрессивными на то есть вроде бы кажется вы такой мягкий покладистый пушистая иногда как скажете как рявкните прям как гавкните да прям но вообще на вас это не похоже бываете очень жестокими вот такой да редко правда но бывает вот такой вот у меня вышел первый расклад первая позиция скорее всего напишите понятно ли вам как войти в поток что вас выбивает из потока и так позиция номер два посмотрим как вам войти в поток либо что вас выбрасывает из потока так основная ваша карта и посмотрим что вам препятствует до потоки но смотрите на самом деле выпал только один великий каркан да это показатель того что в принципе вы сами можете легко управлять потоком то есть все зависит как говорится от вас нету каких-то вот внешних факторов которые трудно вам было бы преодолеть вы человек такой достаточно в себе не не уверены по причине того что мир для вас он настолько разнообразен вы умеете видеть вот эту вот эти возможности да вокруг вас что вам сложно определиться и устаканиться вот в чем-то одном да по семерке кубка вы человек у который знаете может быть вы ощущаете внутренний свой такой потенциал что я и это могу сделать это у меня и такие способности такие способности вот как будто вы знаете теряетесь особенно если есть большой выбор вот для вас это вообще прям жесть такая да то есть я это хочу это хочу и не знаю что выбрать это с одной стороны а с другой стороны вы человеку которого развита как этот визуальное мышление да то есть воображение очень ярко развита то есть иногда вы можете придумывать то чего нету да можете наоборот что-то забывать либо из-за своей мечтательности да не обращаете внимание на какие-то детали можете упускать какие-то моменты да может быть в разговоре как-то вот задумались да о чем-то улетели в что-то свое погрузились и не услышали то что вам говорили очаровываетесь очень легко это вот ваши такие вот состоянии которые возможно вам приносит в дальнейшем и какие-то вот проблемы не нужны если мы говорим в контексте ваших мыслей на то есть о чем вы думаете как вы говорите что вы то вот мыслительный процесс он у вас направлен полностью вот прямо на духовность данный познание чего-то такого светлого на познание истины иногда вы либо вы предстаете как наставник учитель для других людей да либо наоборот вы хотите получить какие-то знания до более глубокие более сакральные до старайтесь вот углубиться такое ощущение что блин единички переместить вообще все позиции как-то поменялись то есть по иерофанту кому-то вы получаете какой-то вот опыта да ну либо желаете его либо говорите разговаривайте на такие темы касательно может быть религии веры темы каких-то достаточно глубоких знаний да может быть истории если вам это интересно что еще о чем вы думаете о каких-то истинных до либо о каких-то моральных вещах ценностях которые уже вот в наше время может быть но не имеет место быть на лишь для вас вот какие-то ценности традиционные они важны и вы это транслируете то есть вашим вашей разговорной речи есть вот аспекты морали либо вы это передаете либо вы это замечаете в других людях да либо наоборот вы обучаетесь этому традиции важны тоже для вас нравственные какие-то аспекты которые вами управляют если мы говорим в контексте психоэмоционального какого-то комфорта чувств то здесь сейчас то что вами одолевает это то от чего вы ушли как раз таки знаете здесь ощущение того что если мы говорим про потоковость вот у меня ощущение того что где-то интуитивно вы понимаете как входить в этот поток как быть в этом потоке потому что задатки у вас есть именно на понимание своего пути тоже что-то вас ведет восьмерка кубков говорит о том что мы четко осознаем что нам нужно оставить что-то очень важное ценное позади то чего мы добились то что нас наполняла на что было значимо важно для нас и двинуться дальше на своем пути развития и при этом я четко понимаю я осознаю что впереди меня ожидают какие-то трудности то есть путь не будет легким и вот эмоциональный аспект сейчас он у вас какой-то такой знаете переходные я бы сказала да когда вы вот приняли решение до оставить что-то значимое для вас любимое позади и двинуться вперед то что вы над чем-то работали то что вы выстраивали но здесь выходит король жезлов да если мы будем рассматривать в контексте отношения то это вот такой мужчина если мы говорим в контексте вообще общего такой картинки да то вы оставили то знаете возможно какие-то знания возможно какой-то вот свой образ жизни который вот вас зажигал до нравился но здесь может быть какие-то знания на то что вас что вы верили вот хочется все равно сказать вот проходит вот здесь вот этот ярофан все это великие рака он имеет большее влияние на весь расклад до касательно веры вот здесь то что то что вы строили то во что вы вкладывались это может быть еще расскажу и какие-то знания которые вы получали но вы потом их оставили позади и пошли знаете к завершению на к завершению к единению себя здесь вот если мы говорим о потоке то все больше мне картинка показывает о том что да неосознанно вот нету осознанности но вы либо вы идете параллельно со своим потоком ну вот прям очень и очень близко потому что знаете поток все-таки он предполагает некую такую осознанность в своих действиях до понимания а у вас она как будто бы идет неожиданно спонтанно что ли вот как-то непредсказуемо хочется конечно вы идете вот параллельно причем небольшое расстояние вот как будто бы соприкасаетесь идете рука об руку с с вашим потоком если мы говорим о ваших амбициях да допустим самореализации то есть вот в этой сфере что у вас касательно потока насколько вы умеете решать текущие проблемы либо образ ваших действий тонн опять таки по рыцарю кубков такой знаете мягкий вам больше присущи не найти какое-то жесткое до целеполагание а я бы сказала такой вот больше душевные да какие-то разговоры задушевные с кем-то может быть поделиться вот больше идет разговора больше мягкости больше знаете когда вы слушаете других людей что еще у нас здесь про огонь как мы себя ведем и насколько вам хватает энергетики энергии вам не хватает однозначно да она такие такой знаете вот маленькой струйкой у вас идет насколько знаете вот вы ведете такой какой-то размеренный образ жизни это не медленный а он должен быть комфортным он должен быть мягким чтобы вас вот не выбивала да не не раздражала ничего да не не напрягала комфортность комфортно не в контексте земли а в контексте удобства что ли чтобы не было напряжение переживаний если мы говорим как раз таки о результативности умеете ли вы достигать цели ну то здесь я бы сказала что нет может быть где-то в прошлом может быть в прошлом был какой-то такой опыт да вы работали и ну вот работа бы вас наполняла либо но это в прошлом дали бы вы сейчас стараетесь знаете вот как-то удержаться либо найти какую-то работу который бы вас наполняла эмоционально либо вы уходите сейчас в работу до чтобы вот как-то получить какое-то внутреннее удовлетворение то есть комфорт сейчас идет вот от профессиональной больше деятельности мне кажется что у вас здесь сейчас и цели так как таковых нету что вот вообще мешает достигать цели если мы говорим так это вот как знаете вот ваша стабильность не умение ли что-то эти либо идти в новой даль как-то вот по-новому держитесь держитесь за то что уже знаете держитесь за то что уже умеете но при этом вам вот комфортно вот комфорт для вас он важен стабильность для вас важно вы знаете даже если мы говорим о каких-то телесных ощущениях насколько они вам актуальны и я бы сказала что он на данный момент и ну вот как то не очень то есть я не вижу какого-то вот недостатка именно в кинестетике да вот чтобы вас там прям какая-то вот потребность чтобы вас обнимали как-то что-то может быть сейчас такой этап но вот весь расклад у меня прикрывается тем что вы сделали сейчас акцент с одной стороны вот как-то на духовное свое развитие да именно на познание себя не знаю может быть что такое какие-то вот высокую планку себе выстроили в плане развития да вот как-то хочу жить по совести вот как-то так хочу хочется сказать хочу прийти вот какому-то знаете какие-то вот здесь идеалы что ли идеализация ситуации хочу найти вот это вот единение с богом вот я не знаю почему у вас это появилось желание это один момент и второй момент ну в личной жизни я не вижу чтобы что-то было да чтобы как-то вот происходило и вы поэтому переключились больше на как-то вот профессиональную свою деятельность либо на какой-то хобби то есть то что вас наполняет эмоционально здесь компенсация как будто бы идет какая-то а что вам мешает быть в потоке то здесь вот девятка мечей как раз и говорит о том что вот ваши внутренние страхи которые вы проецируете на будущее это с одной стороны а с другой стороны возможно здесь присутствует какое-то чувство вины связанное с прошлым связанное с прошлом может быть это даже знаете даже не про отношения а про то что когда была возможность что-то изменить где-то вы возможно упустили какой-то шанс где-то вы быть может не проявили себя так как нужно да где-то не показали себя во всей своей красе не стояли как-то свои я не знаю желание границы какие-то не приняли вовремя какое-то решение да может быть не сделали то что хотели сделать вот вот эти вот сомнения я бы так сказала вот они выбивают вас из потока однозначно в поток вас вводят ваш ваше эмоциональное состояние и духовно нравственный аспект а выбрасывает как раз таки вот это вот чувство вины которые у вас появляется да о том что ну не успела не сделала не не получилось не сказала не пошла куда-то да знаете когда вы не показывали не проявляли ценность себя возможно у кого-то есть здесь сожалению по поводу того что чему-то не научились может быть хотели как-то не знаю может кто-то на пианино хотела научиться играть в каком-то музыкальном органе и инструменте и не научился то есть может быть тут хотя потерясовать что-то вот есть такое здесь какие-то сожаления что а сейчас я уже не могу уже поздно уже взрослые либо уже поздно либо уже что-то то есть не время как будто бы вот ощущение того что вовремя что-то не сделали но здесь вот как будто бы вы переключу меня такое ощущение что если кто-то из вас думает пойти в монахини либо в монахи записаться вот здесь вот прямо это вот вот такая вот фоновая энергия да то есть как-то уйти от мира людского потому что я не получил удовольствие наслаждение им все мои ожидания как-то рухнули вот пойти вот встать на этот путь вот здесь вот как тут двойка что-то такое идет напишите мои единички перескакали к двойкам хорошо и последняя позиция зелененький камешек как вам войти в поток либо что вам мешает посмотрим знаете вот у вас также как и у двойчик только в меньшей степени вас проигрывается только один великий аркан силы все остальные младшие то есть вы можете повлиять на на то чтобы входить в этот поток либо выходить нет каких-то вот внешних факторов которые мешали бы вам если мы говорим о вас то по аркану силы да мы можем сказать как раз ки человека который умеет мягко очень укратить то есть вы можете на я бы сказала да вы можете войти в поток причем сделать это достаточно мягко комфортно до укращая как-то свою силу и направляя туда куда нужно по своей натуре вы солнечный такой человек достаточно яркий человек донор по энергетике харизматичный такой подвижный я бы сказала по по своей природе физически сильный человек умеющий иногда знаете вас какая-то вот цикличность происходит либо вы ленитесь да ничего не хочу но это вот не такой большой период обычно он бывает когда очень много энергии отдаете либо людям либо какому-то делу вкладываетесь потом вам нужно восстановиться так вот вы когда восстанавливаетесь вы уходите в себя вы отдаляетесь от мира до чтобы вас никто не беспокоил чтобы вас составили и вы занялись вот как-то своим расслаблением что ли отдыхом во всей остальной части своей жизни до этапа мы достаточно такие активные могу сказать бесстрашные люди есть у вас ну присущего наличие ума то есть вы не глупы и далеко не глупы человек с огромный с огромным потенциалом и с огромной силой воли вот сила воля вам она присущи на второй вопрос умеете ли вы управлять своей силой или нет да умеете умеете ли вы если у женщина до управлять своей женской силы я бы так сказал потому что с мужской если мы говорим у вас все окей здесь как мужчина вы можете себя дисциплинировать вы можете себя укоротить можете себя заставить уговорить я не знаю что такое а вот касательно женской энергии здесь вот не всегда не всегда все бывает позитивно если мы говорим о чем вы думаете то сейчас здесь вы как будто бы сокрушаетесь о чем-то до переживаете волнуетесь больше акцент на эмоциональность вообще какие-то эмоциональные карты вышли знаете о чем вы думаете вы думаете о тех преображениях которые происходят сейчас внутри вас аркан умеренности у нас говорит о том что какие-то внешние ситуации которые с вами случились они повлияли на формирование вас как личности да то есть на ваш внутренний характер и вот эти вот внешние огорчение до переживания которые вы пережили но как-то вот это все связано с внешним миром что-то там такое произошло и вот это пошло вам как будто бы на благо да то есть как-то внутри вас что-то начало меняться на выпадает маг вы как будто бы начали обращать больше внимания на свои собственные желания на стали как будто поставить себя больше на первое место задумываться о себе и знаете больше о какой-то зрелости о том что вот как раз кимак и умеренность говорит о том какую реальность вы формируете как вы создаете свой внутренний мир да то есть вот вы как будто бы отследили как когда вы переживаете когда вот вы расстроены в таком не очень хорошем настроении как вам мир это сразу отзеркаливает да то есть вы уже увидели вот эту вот вашу силу и вы как будто бы вам показали и вы ее почувствовали как насколько вы сильны до человек духом то есть когда например вы злые как-то либо вам что-то не понравилось вот какие-то вот ваши вибрации до которые вы отправляете в мир вот эти вот колки насколько человеком просто знать в негативном состоянии посмотрели на человека ушел подарки об споткнулся либо там я не знаю что-то произошло выбило вас из интернета кто здесь такое может быть когда вот вы в таком знаете в какой-то вот очень мощной негативной энергии вот ваша вибрация не настолько уже влияет на внешний мир и вы это видите вы уже это понимаете то есть как вы можете влиять на внешние факторы у вас пока еще нету понимания как вы можете это делать в флюсе да то есть когда вам внутри хорошо как вы можете преображать внешний мир так чтобы вот там шансы какие-то появлялись что-то такое но вот через негатив вы очень хорошо взаимодействовать вам как будто бы эту энергию да надо постоянно вот по аркану силу мы свою силу внутреннюю мы ее украшаем с любовью то есть с милосердием he said выше чем гибура то есть сфера милосердия она выше силы разрушающей здесь вот как раз таки только с любовью только с пониманием вы можете как-то повлиять на внешний мир не не злостью и какие-то вот негативных намерений да и побуждения а именно держать себя свои мысли всегда в чистоте как свое тело так и свои мысли всегда созидательно только так вы сможете украсить свою силу и направить в нужное русло поэтому первое что вас выбрасывает из потока это вот вот эти вот все разочарования с одной стороны я могу сказать но с другой стороны они все равно вас туда и привозят после того когда вы сделаете нужные выводы до нужный анализ как внешняя ситуация сформировала отточила какие-то ваши внутренние грани если мы говорим о психо эмоциональном комфорте вообще чувство однозначно то что я вижу это это этап потому что тройки не такие здесь говорится о тройке мечей то есть на данный момент вот именно на данный момент ваш вот психо эмоциональный интеллект такой болезненный да какая-то вот внутренняя скорбь внутренняя скорбь по поводу чего здесь может быть либо по поводу мужчины до кого-то такого стабильного да то есть это может быть ваш муж либо человек с которым вы состоите в каких-то отношениях долгое время стабильно либо если мы вообще говорим в общем да то здесь некой такой стабильности которая либо разрушилась либо ее нужно разрушить либо финансовый аспекту настолько ярко проигрывается да вот это вот не удовлетворение от жизни до не получения того что я достоин вот здесь вот прям какая-то такая ножевая рана причем одна такая вот болезненная чтобы блин не могу я реализоваться не получается у меня не то я делаю вот это вот боль такая нудящая да вот прям ноющая и неприятное да что вот разочарование разочарование в том что я не не имею то что я заслужил не получается но вот здесь однозначно скорбь скорбь нет удовольствия до девятки кубков нету удовольствия от той жизни на которую я способен вот здесь вот это вот как раз таки аспект того что что я имею идет как раз ки в разрез с тем на что я способен вот вы чувствуете что вы способны там на сто процентов чем-то а получаете ну где-то 40 60 процентов не больше и вы понимаете что вот вы не можете как-то реализовать свой потенциал вы не может вы созданы для чего-то как-то знаете более богаче что ли изобильнее более холеные какие-то да ну не получается вас получить наслаждение удовольствие внутреннего к удовлетворения нету если мы говорим в контексте вашей энергетики на данный момент да насколько вы умеете решать текущие проблемы то сейчас вы режете прям вот по головам несетесь настолько вот одержимы воздушная часть воздуха на настолько вот прям несетесь непонятно куда можете ранить вы вот понимаете вас внутри неудовлетворенности вы эту неудовлетворенность помните да я говорила ранее то что внешний фактор формирует ваш внутренний характер так вот внешне у вас есть вот это вот неудовлетворенность меч о вас какая-то до одержимость я хочу получить то что я хочу и неважно какой ценой и неважно что будет конечно же потом вы разочаровываетесь в этом но решаете какие-то задачи очень резко да можно было иначе и вы это знаете но пока умеете вот только так вот это этап пока я только так я могу сказать себе всю правду здесь ощущение такое что знаете вот мне на все наплевать да то есть я вот такой вот я сказал правду и то есть я не буду быть дипломатом да я не буду как-то мягко говорить искать вот либо ты меня принимаешь таким либо нет что-то такое сейчас идет у вас на данный момент образ действий какие-то знаете ну тушевание то есть вот создаете какую-то бурную деятельность здесь ощущение того что из того что есть внутренняя какая-то неудовлетворенность агрессия чтобы ее не подавлять она просится вот эта вот энергия выйти вы начинаете ее выплескивать просто чтобы вам полегчало чтобы вас попустило потому что много энергии она не реализуется она не направлена куда-то в созидательное русло как вы себя ведете как ежик колючие насколько вам хватает энергии для реализации желаний сейчас я могу сказать что да энергии хватает правда она такая достаточно холодная и хочется сказать болезненная опасная немножко понимаете но энергии вам хватает то есть я не могу сказать что здесь нет какого-то что есть недостаток что присущ недостаток если мы говорим о телесных ощущениях то сейчас все сложно сейчас все сложно у меня такое ощущение что вот ваше тело оно все ноет ощущение того что вот если бы вы пошли на массаж то вам бы массажистка что вот все как-то вот в каких-то узлах до ваше тело настолько сжато настолько до предела что вы не можете расслабиться больно даже какие-то вот болезненные ощущения присутствует особенно в руках знаете в такое ощущение что не прикасается все тело болит вроде бы ничего такого особенного не делал до сказать что там давно спорт ходил как-то либо еще что-то физически как-то не перегружаться вот все эти все тело болит все тело как будто бы ноет судорогой иногда сводят ноги как-то вот знаете вот покалывание какое-то присуще если мы говорим что вообще вы хотели бы сделать сейчас своей жизненной данным так пока вы ничего не видите его не никуда идти не что делать очень много обязательств которые вы специально себе взяли чтобы знаете убежать от каких-то решений чтобы не подумать на чтобы как-то вот не измениться загружайте себя осознанно берете на себя больше чем можете чтобы не было каких-то вот необходимых вам перемен которые вы понимаете что они нужны насколько комфортно находиться вам в состоянии в котором вы находитесь некомфортно но знаете она как будто бы привычно я привык таскать мешки с картошкой на вот эти вот тюфяки да это тяжело да это неприятно такое ощущение что а больше я ничего не могу то есть я привык уже вот здесь вот какая-то вот привычка идет что мешает вам достигать вообще цели да и каких целей вы достигаете но я сказал что сейчас пока никаких целей вот что мешает ну знаете вы как будто бы не умеете рассчитывать свои собственные силы вы всегда берете больше чем можете сделать то есть здесь вот как будто бы не щадите себя и здесь у меня сразу идут вот подсказно какие-то сценарии самобичевание наказывания и вот эта вот энергия которая агрессивная идет разрушительная да что здесь по мечам что десятка жезлов я вот я себя наказываю знаете здесь какой сценарий я не я я ничего не делаю поэтому из того что я могу и поэтому я сам себя наказываю наказываю почему почему я не делаю потому что я не достоин я я не верю я не я не достоин у меня все равно ничего не получится да я вот как будто бы не такой и а энергия то есть вы ее никуда не можете сублимировать вы ее только подавляет чем больше вы ее подавляете больше у вас вызывает вот это вот агрессия злость и и вы эту злость направляете как раз таки в себя в себя на свое собственное разрушение на разрушаете как-то сами себя если мы говорим в контексте того что вам мешает вообще войти в поток выпадает тройка кубков знаете что мешает не не желание идти более легким путем вот выбираете всегда какой-то сложный путь а когда выбираете сложный путь вы идете от ума когда вы идете от ума это далеко от потока это далеко от доверия от понимания как устроен вообще но законы мироздания да вы как будто бы ну вот здесь вот этот сценарий до проигрывается сам самобичевание самопожертвование до наказание себя вот я плохое меня нужно наказать конечно же это вас выбивает из потока и вот нехватка этой легкости да вы не умеете все выбрать там где легко вы не умеете выбрать там где хорошо где радостно знаете как-то вот непосредственно когда все просто вам вот это вот мешает хочется сказать не то что вам мешает а что вам поможет быть в потоке тройка кубков вам поможет быть то есть если есть легкость если есть какая-то такая вот знаете прозрачность вы находитесь потоки а если этого нету то вы не ну это вот вас выбивает из потока вот такая была у меня и третья позиция буду ждать ваших комментариев а я с вами прощаюсь благодарю вас всех а за внимание лайки дизлайки и комментарии и до новых раскладов всем пока пока